Сергей Доренко. Февраль 2014 года. Москва. Доренко Сергей Леонидович. 1959 года рождения. Российский журналист. С 1985 по 2000 год работал на телевидении. Принимал активное участие в информационном и пропагандистском обеспечении выборов в Госдуму в 1999 году и президентских выборов 2000 года. В 2000 году со скандалом уволен с телевидения после подготовки программы о гибели подводной лодки «Курск». В настоящее время главный редактор радио «Говорит Москва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Курск». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Арбуз и курица Продолжение следует... 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 Авин. На самом деле он в глубине души очень много раз, как мне кажется, говорил себе. Я – это я. А кто они такие? Люди устраивают скандал, когда считают, что они чуть-чуть главнее, а другая сторона этого не признает. А когда для тебя самого гигантская дистанция? Ты же не обижаешься на кролика, на поросенка? Ну что на них обижаться? О себе он все время говорил, что он – это он, а все остальные – это все остальные. Надо было, мне кажется, хорошо знать Бориса, чтобы это почувствовать и на это обидеться. Потому что, в принципе, он, конечно, повода для такой обиды не давал. Внешнего повода. Доренко. Нет, не давал. Пейджер Березовского. Доренко. Надо сказать, что выборы 1996 года я принципиально не хотел делать. Я-то сам голосовал по жизни и против Ельцина и против Зюганова голосовал за Явлинского. И там же было два тура. Авин. Я помню. Доренко. Явлинский вывалился, и 3 июля было голосование второго тура. 3 июля я должен был звонить Гусинскому, идти к нему на работу, начинать новый проект. Я звоню 3 июля, а мне говорят, а Гусинский улетел ночью. Они в час ночи улетели из Внукова 3. У них стояли заряженные борта. Авин. Да, улетели в Испанию. Я был с ними. Доренко. Улетели в Испанию решительно все. Я говорю секретарше. Мамочка, Испания не на Луне. Существует связь. Просто позвоните, пожалуйста, Володе. Скажите, что мы с ним договаривались 3-го встретиться или хотя бы созвониться. Хорошо, я доложу. До вечера ни слова. 4 июля ни слова. И опять. Володя Гусинский просил меня подъехать. 6 июля, наконец, я набираю пейджер Березовского. Он у меня был. Он меня когда-то попросил его записать. Старик, если что, звони мне. Я прискочу на выручку. Пейджер Березовского. 141.70 по 974.01.01. Авин. До сих пор помнишь? Доренко. Да. Я набираю. Пишу. Хотел бы встретиться. Точка. Доренко. Через одну минуту от звон. Ты где? Я сижу в Токио. Токио. Японский ресторан в гостинице России. Я сижу в Токио. Через сколько ты будешь? Авин. И он уже успел прилететь? Потому что он тоже был в Испании. Мы были вместе. Мы прямо после голосования улетели в Испанию. У меня есть фотография, где мы стоим втроем, очень довольные происшедшим. Доренко. Да. А я в раздражении, что Гусинский не выходит на связь. Я приезжаю в Токио. Он сидит с Леной Горбуновой, с супругой. Ну давай. Все туны суши тебе. 6 штук. 6 штук. Все давай. Ты делаешь программу на Первом канале. Я говорю, подождите. Но у меня с Гусинским договоренности. Он говорит, все. Все. Забудь. Потом вскакивает и кричит официантке. Еще 6 тонн суши. Вот этому молодому человеку. И говорит, сиди с Ленкой. Ленка, разговаривай с ним, чтобы он не устал. Весели его, Ленка. Я побежал. И убегает в Кремль. Физически. Ногами. Авин. Да, это напротив. Доренко. Через 40 минут возвращается. Говорит, все решил. Вопросы сняты. Под мою ответственность ты начинаешь делать передачу на Первом канале. Я спрашиваю, экономическую итоговую программу, как мы договаривались с Гусинским? Он говорит, какую нафиг экономическую? Никакой экономической. Главную центральную программу начинаешь делать. С октября 1996 года Доренко начал вести субботние аналитические выпуски программы «Время». Я говорю, ой-ой, ну хорошо. Вот начинаем работать. Бывший глава спортивной организации господин Федоров обвиняет Коржакова в чем-то. Мы хватаем самолет. Вместе летим на Кипр. Встречаемся в какой-то гостинице полуконспиративно, пока его, Федорова, не успели убить. В июне 1996 года на Бориса Федорова было совершено покушение. Федоров скончался в апреле 1999 года. Вот такие начинаются съемки. Это все 1996 год. И Березовский на меня смотрит, он удивлен и говорит, подожди, мы такие вещи делаем, тебе отдельно платить надо. А я ему говорю, я не знаю, сколько мне надо денег. Все равно я их не трачу. Хожу в джинсах. Бог знает, сколько мне надо. А вот мы с тобой летели полусекретно. Нас могли грохнуть. Бадри организовывал прикрытия какие-то страшные. Охрана. Тебе что-то платить? Я говорю, Борис Абрамович, сначала мы с ним на вы были. Борис Абрамович, я вас умоляю, будет мне холодно или голодно, я приду, скажу. Я не знаю этих ваших еврейских штучек. Да, он любил шутить все время на тему еврейства. Уже впоследствии, когда мне нужны были деньги на фильм, я ему говорю, Борь, дай денег. А он мне, Сереж, деньги, деньги, мы что, евреи с тобой? Потом начались олигархические войны. Пошла война с Немцовым. В этих войнах мы то объединялись с Гусинским и с НТВ, то разъединялись решительно. Пошла война с Гусинским, который был за Немцова и Чубайса. А мы были против. Валили, валили. ОРТ. Авин. Итак, после обеда в ресторане Токио, около Кремля, ты начал плотно работать на ОРТ, и Березовский стал тебе ментором, в каком-то смысле начальником. Никто даже не пытался давать никакие команды, кроме Бориса. Доренко. Нет, потому что у меня голова вывихнута. Люди заходили ко мне, пытались давать команды, но я там либо оскорбление действием, либо матом посылал. Мне так удобнее, я не люблю людей по жизни. Авин. Да, понятно. Доренко. У нас были завтраки по вторникам. Это было мое. Он обязан был мне этот завтрак. Еще важный пункт. Он не пунктуален. Меня это бесило всегда. Авин. Мягко говоря, не пунктуален. Доренко. Если, например, мне говорят, надо прийти в два, значит, я в час пятнадцать уже кружу вокруг квартала. Потому что, думаю, даже охране неловко, что я в час пятнадцать приехал. Я кружу до половины второго, а в половину я иду к охране за полчаса. Таких людей в Москве всего двое. Я и Хакамада. Прийти позже, чем за полчаса, мы считаем вызовом. А Боря наоборот. Его можно было спокойно и сорок минут ждать. И час. Авин. Березовский глубоко не уважал людей. Он, в принципе, не считал нужным быть точным. Ведь точность – уважение к другому человеку. Но и требовать точности от других – тоже уважение к себе. Когда он ел арбуз, в этом тоже, в принципе, не было уважения к тебе. Признание того, что ты такой замечательный и надо подождать. Ему просто-напросто чихать на тебя. Ему надо было решить свой вопрос, и ему было совершенно все равно, что ты о нем подумаешь. Поэтому он был готов унижаться. Ведь на самом деле люди не готовы унижаться, потому что им неприятно выглядеть дурно в глазах другого человека. А он твое мнение ни во что не ставил. Поэтому и опаздывать к нему было можно. Это две части одного и того же. Доренко. Я ему говорил. Борь, послушай меня. Я обещаю два дела в неделю. Делаю пять. Меня все уважают. Ты обещаешь сто дел в день, делаешь десять. Ты понимаешь, что девяносто человек глубоко тобой оскорблены. Ты рождаешь ненависть. Авин. И что он отвечал? Доренко. Он говорит. Да и плевать. Плевать. Авин. Очень честный ответ. Доренко. Теперь слушай, говорю. Вот Гусинского уважает вся Москва. На Гусинского все молятся, потому что он нескольких сотрудников отправил в Израиль лечиться за свои деньги. При этом мы знаем о Гусинском всю правду. Борь, у тебя с руки кормится пол Москвы. Начиная от Гергиева и кончая... Ну, понятно, да? И все в ответ харкают. Вдова Сахарова взяла три миллиона долларов, в ответ плюнула. Сказала это грязные, вонючие деньги, вонючего Березовского. Или что-то в этом роде. Сергей Доренко, видимо, имеет в виду передачу двух с половиной миллионов долларов американскому фонду Сахарова. Елена Боннер прокомментировала это событие в интервью «Эху Москвы» 4 декабря 2000 года, но ничего подобного приведенным словам никогда не произносила. Авин. Гусинский на самом деле людей уважал и ценил. И дистанция между Гусинским и его сотрудниками была существенно меньше, чем между Березовским и теми, кто работал на него. Внешне, может быть, было ровно наоборот. Гусинский из себя строил начальника, но при этом он не считал себя на голову умнее, сильнее, талантливее. Он считал, что это его команда, и он один из них. Боря действительно полагал, что он совершенно особенный. Люди не тонкие этого не чувствовали. Но человек тонкий понимал. Особенно это чувствуют люди с уязвленным самолюбием. И на самом деле очень многие люди Борю не любили. Те, кто способен был это улавливать. К Гусинскому действительно хорошо относились. Его сотрудники были ему друзьями. А у Бори в ближнем окружении друзей не было. Он был способен на хорошие поступки. Оплатить клинику, дать деньги. Он был нежадный человек. Но вот это другое отношение многими ощущалось на кончиках пальцев. Доренко. В том-то и дело. Я замечал. Но, надо сказать, я думал, может, они чего-то у него просят. У меня было особое положение. Например, когда он уже жил в Лондоне и вызывал меня к себе, почти никогда не селил в гостиницу, только в дом. И я знаю, что это бывало редко. Авин. Давай вернемся к завтракам по вторникам. Что вы, как правило, обсуждали на вторничных завтраках? Это были встречи один на один? Доренко. Один на один. Всегда. Начинали с детей. С того, что бульдог загрыз попугая. Кстати, он всегда помнил дни рождения моих дочерей. Мог привезти от Тиффани что-нибудь моей дочке. Очень заботливый. Если я любил ирландский, то мне не могли привезти шотландский. В этом смысле всегда все было абсолютно точно. Авин. В плане ритуалов он был очень сильный человек. Доренко. А потом начинали говорить о том, какие сложности нас ожидают. Он начинал меня настраивать, что вот такой-то аннексим плохо в Череповце платит людям зарплату. На что я говорил, давайте тащите бумаги с синими печатями. Настоящие бумаги, не ксерокопии. И будем разбираться с аннексимом. Он обещал, что бумаги привезут. Я смотрю материал про олигархов. Я говорю, я не понимаю. Там дебет, кредит, херня всякая. Пришли мне умного парня, чтобы умный парень рассказал, что тут написано. Он мне присылает Сашу Волошина. Я говорю, Александр Стальевич, вы садитесь вон там в углу. Вот вам желтые бумажечки. Вы лепите желтые бумажечки и человеческим языком объясняйте, что тут написано. И он сидел у меня два часа, читал, маркером отчеркивал. Вот так строилась работа. Сергей Доренко. Продолжение разговора. Чувство крови. Авин. Помнишь сюжет про связь-инвест? Там они уже были вместе. Гусинский и Березовский. Доренко. Должен сказать, что во всех войнах, и в особенности в связи-инвесте, я не знал деталей. Авин. На самом деле сюжет был простой. Была концепция Чубайса. Я считаю, глубоко порочная. Раздача собственности. Распределение ее по каким-то заслугам. Мы, Альфа, всегда были противниками этого. Апогеем этой истории были залоговые аукционы. Но, в принципе, связь-инвест был продолжением. Гусинский считал, что связь-инвест скорее делили, чем покупали. В какой-то момент Потанин обещал в этом не участвовать и отдать все Гусинскому. Но Потанин говорил, что ему невозможно просто так уйти, потому что он обещал Соросу. Поэтому была достигнута договоренность, что конкурс будет проведен. Доренко. И он проиграет прямо там. Авин. «Цифра была обговорена. Переговоры вел Гусинский. И когда мы дали свою цифру, Потанин, который должен был дать меньше, дал чуть-чуть больше и выиграл. Обманул. Была устроена встреча с Чубайсом. Вот как по телевизору показывают бандитские сходки с авторитетами, это была такая олигархическая сходка, где приехали в московскую мэрию к Гусинскому. Были представители всех кланов. Ходорковский, Невзлин, Потанин, Малкин, Смоленский и так далее. Кончилось это скандалом. Потанин сказал, что ничего не отдаст, Чубайс его, в общем, поддержал. Вокруг этого сложилась такая большая война. Доренко. И я врезал тогда. Авин. Михаил Фридман не выдержал накала страстей и, высказав все Потанину, уехал. Я остался нас представлять. Там уже начались серьезные оскорбления. Это была единственная открытая сцена с выяснением отношений. Потому что, в общем, олигархи были люди сдержанные. Доренко. Это правда. Авин. Там впрямую говорилось, кто что о ком думал. После чего мы с Борисом спустились к Гусинскому, и Гусинский стал раздавать прямые команды Малошенко, Жени Киселеву о том, что надо делать с Потанином, с Чубайсом и с Немцовым. В этот момент началась война. И кончилось все это делом писателей. Доренко. Я очень активно участвовал. Авин. Просто напоминаю тебе эту историю. Чубайс был в этом деле не слишком виноват. Он действительно пытался отстраниться. Другое дело, что он задавал правила игры. Но задав эти правила, он пытался действовать абсолютно нейтрально. Он не играл на Потанина, и он не играл на Гусинского. Доренко. Ему пеняли, что он куда-то ездил во Францию, где клялся и руки жал. Авин. У Чубайса всегда была такая позиция, что, с одной стороны, он задавал правила, которые предоставляли возможность нечестно играть. С другой стороны, сам он пытался при этом остаться честным. Совершенно иррациональней была эта атака на Чубайса и Немцова, в которой мы никак, конечно, не участвовали. Они, безусловно, в тот момент олицетворяли прогрессивное начало. Мне кажется, ты на этом деле стал совсем знаменитым. Доренко. Ну, наверное. Хотя, на самом деле, я очень хорошо помню свою встречу с Тяжеловым, губернатором Подмосковья в 1996 году, когда он мне пел, показывал свои песни, когда мы выпивали в кабинете, ныне принадлежащем Володину. На момент интервью в феврале 2014 года Вячеслав Володин занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации. И он был в восторге от того, что в 1996 году я впервые опубликовал расследование испанских социалистов о Циклопе, Церетели и Марбелье. Согласно данным расследования, местные власти должны были уплатить за подаренную скульптором статую свыше миллиона долларов в качестве таможенных и транспортных расходов. И Тяжелов был так рад, что он просто меня чуть ли не на руках носил. То есть уже в 1996 году моя слава началась. А тут связь-инвест. Мне несут всякие компроматы. Авин, Чубайс, Кох и так далее. Доренко, надо сказать, что все в то время были еще святые дурачки. И олигархи в том числе. Очень советские люди, не привыкшие к травле. И когда мои люди ведут к лифту Коха и от кабинета до лифта, его пытают, совсем прессуют, он не выдерживает, он начинает визжать. А все это дико выгодно кинематографически. И когда они закрываются от камер... Авин, ты на самом деле пытался понять, кто прав, кто виноват? Доренко, не хотел. Мне было неинтересно. Авин, просто стебался? Вот тебе дали возможность, и ты выходишь издеваться? Доренко, я говорил Борису. Борис, я ненавижу вас всех. Я хочу, чтобы это было точно понятно. Авин, но при этом играешь на одну сторону. Ненавидишь всех, но играешь за одних против других. Доренко, не в этом дело. Представь, что я попадаю в зверинец, где, например, волки или шакалы грызутся. И мне говорят, что входной билет в этот зверинец дал вон тот шакал. Мне говорят, вот его избегай. Говорить о нем не надо. Говори, пожалуйста, про всех остальных. И я говорю, мрази, негодяи. В сущности, я борюсь с шакалами? Да. Я вообще социопат. Но в особенности же ненавижу этих проныр всевозможных, которые без мыла в жопу. Я вырос в гарнизонах. У нас совершенно другое сознание. Понимаешь, я провожал отца на боевое дежурство. Я видел, как отец уходит на форсажи в сторону Китая. Я понимал, что это может быть в бой. А может быть, он собьет метеозонт со шпионским оборудованием. Я не знал, но я вырос в этом. Моя жизнь заключается в том, что я воин. И мне говорят, вот тебе граната, Сережа. Вот тебе танк. Вперед, Сережа, взорви танк. Я пошел и взорвал, если так надо. От отца я всегда ненавидел гыбушку и снабженцев. Этих болтунов, которые в летных частях не умели летать. Они приходили из Академии Ленина, языком чесали. Особисты, замполиты, всякие прапорщики при складах. Вся эта шваль, которую мы учились в детстве ненавидеть и презирать. И когда передо мной был богатый человек, я его считал разновидностью прапорщика при складе, который понатырил. Либо гыбушкой, либо замполитухой. Авин, ты много лет общался с Березовским. У тебя отношение такое же осталось? Он был олицетворением тех, кто куда-то залезает и тырит, как ты говоришь. Доренко, нет. Потому что когда очень долго ешь пуд соли, А потом второй пуд соли, и подряд много пудов соли, Начинаешь уже помнить глаза, выражение глаз. Боря меня бросал по каким-то надуманным предлогам. Он мог просто прийти и сказать, Сереж, знаешь, сейчас не работай. Тебя сниму сейчас. 16 мая 1998 года он меня снял с эфира. Почему, Борь? Что за дела, Борь? Ну, сейчас не надо. Сейчас ты раздражающий момент. Я тебя прошу, пожалуйста, отдохни. Хочешь, поезжай ко мне во Францию. Пожалуйста, исчезни. Я считал это предательством. Потому что я же не деньги зарабатываю. У меня есть миссия. Я же не замполит или габушник. Я сын боевого летчика. Я чувствую воздух под крыльями. Вот моя работа. И в атаку, в атаку пошел. Авен. На кого? Доренко. Для крови. Мне не важно на кого. Мне важно чувство крови. Авен. Понятно. Лимоновское что-то. Имеется в виду писатель и политик Эдуард Лимонов. Доренко. Значит, я ему объясняю это. А он может сказать. Но я ж тебе продолжаю платить. Я говорю. Боря. Ну, при чем тут деньги? Я не истратил ничего из того, что заработал. Я хожу в тех же джинсах. Авен. В результате отношений с Березовским. У вас было свое предательство. Дружба. Пуды, соли и так далее. Твое отношение к классу, таких как он. Богатых. Изменилось или нет? Доренко. Я на сегодняшний день знаю лично, вероятно, чуть более десяти миллиардеров. И вот должен сообщить, что люди они странные. От абсолютной рептилии Михаила Борисовича Ходорковского, просто варана с острого Комода, да очень живого, абсолютно роскошного Невзлина. В смысле, пообсуждать по бабской части. Он рассказывает так, что просто слюна капает. До прекрасного интеллектуала Авена, с которым у меня только по Пиночету проблемы. Авен. Разногласия. Доренко. Да какого-то неинтересного чувырлы Смоленского. Понимаешь, миллиардеры оказались, к моему огромному сожалению, просто срезом общества. Нет почти ничего, что их роднило бы. Авен. Ну, ты знаешь, разговор Фиджеральда с Хемингуэем, когда Фиджеральд говорит, что богатые не такие, как мы, а Хемингуэй отвечает, да, у них больше денег. Доренко. Ну да, ну да. Я вижу, как они строят в Испании дома на две тысячи метров, населяемые тридцатью филиппинками, и мне кажется, что они строят какой-то детский дом или казарму, где невозможно жить. Но к Боре я стал относиться с симпатией, потому что мы много хохотали вместе, и много вместе почти под пулями жили. Нельзя не сродниться с человеком. Это абсурдно было бы. Мороз и дождь. Авен. Ты мне рассказывал историю про то, как Бадри тебя потрепал по щеке. Может, перескажешь? Она, мне кажется, очень много говорит о Березовском, о его умении нащупать в человеке важные и болезненные точки, и либо их смикшировать, либо наоборот. По ним ударить. Даренко. Мы были на дне рождения у Бориса. Это был январь 1997 года. Холодно. Я поставил машину напротив входа в лаговаз, вошел, тусовался, неловко шутил, всякие гадости говорил людям. Весело. И вдруг появляется Бадри Патракоцешвили. Подходит ко мне и говорит. Старик, рад, ты такой молодец. Ты такой молодец. И трогает меня, касается щеки. Авен. Так поощрительно похлопал. Даренко. Поощрительно. А для меня совершенно невозможно. Я вообще ненавижу тактильность, когда меня трогают, да еще вот так. И я в ту же секунду делаюсь абсолютно пунцовый, ни слова не отвечаю, разворачиваюсь на 180 к выходу, в гардероб, получаю куртку, сажусь в машину. Тогда был Паджеро третий, что ли, не помню. Авен. И было холодно. Даренко. Было очень холодно. И пока я ключ доставал из куртки, дверь распахивается, передо мной Березовский. В пиджаке, в рубашке, без куртки, без ничего. Сереж, вернись. А я уже завел. Говорю. Борь, не мешай. Дай закрыть дверь. Он говорит. Я не уйду никуда. Я тебе не позволю уехать, потому что два самых дорогих для меня человека, ты и Бадри, не находят общего языка. И я должен сделать так, чтобы вы нашли общий язык. Я говорю. Борь, Бадри, не изменишь. Я учту все, что ты сейчас сказал. Для меня это важно. Спасибо, что ты выбежал. А там коридор из охраны. Его же только недавно взрывали. Романтическая охрана, бежит, центурионы. И я говорю. А сейчас я уеду, потому что если я увижу Бадри, я блевану. Понимаешь или нет? Борь, я говорю. Ты стоишь раздетый. Это выглядит, как сцена какая-то из итальянской оперы. Но мы не в Италии. И сейчас минус сколько-то градусов. Вернись, пожалуйста, домой. А я поехал. Сереж, я буду стоять на морозе. Я не дам тебе закрыть дверь машины. И он меня в распахнутом пиджаке победно ведет назад в этот дом приемов. И, понимаешь, он кавказец, Сереж, но ты должен простить. Я на твоей стороне, но я ему все объясню. Ну и он победил. Авин. Очень сильная история. Это абсолютное понимание того, что для тебя важно и что надо сейчас, прямо сейчас снять вопрос. Не надо оставлять его на потом. Можно стоять на улице сколько угодно. Можно получить воспаление легких, но надо вопрос снять, потому что он касается отношений. А все, что касается отношений, было для Бориса вообще самым важным. Даренко. Да-да. Авин. С одной стороны, он действительно был равнодушен к людям, но вот эта поведенческая черта часто создавала иллюзию ровно противоположного отношения. Я тебе рассказывал, как Борис провожал меня под дождем до машины в восьмом часу утра на даче Фархада Ахмедова. Такие вещи, безусловно, остаются очень глубоко. При этом я хорошо его знаю. Я понимаю, что это очень ритуальное действие. Даренко. Но важное. Авин. Я действительно считаю, что за этим не было никакого глубокого чувства. Но на многих людей это влияло. С другой стороны, он точно так же мог продемонстрировать, что ему на самом деле чихать. Умение так себя повести – свойство, безусловно, очень сильного человека. Это была подстава. Авин. Есть два больших сюжета. Примаков-Лужков в 1999 году и Дело писателей 1997 года, в которых участвовал Борис и которые, безусловно, поменяли ход российской истории. Расскажи про дело писателей. Даренко. Дело писателей делалось вместе с Гусинским. Мне позвонил Минкин, который очень дружил с Гусинским еще по ВГИКу. Минкин всегда со смехом говорил, вот бы они поссорились, нам бы легче было работать. Жалко, что мне твоего хозяина вроде не надо трогать. Я говорю, спокойно, скоро мы их поссорим. И мне позвонил Минкин. Ты читал мои материалы? Статья «Кох покинул кресло, чтобы не оказаться на нарах». Новая газета от 18 июля 1997 года. Потом меня пригласили к Боре в клуб, и там уже сидела Малошенко. Малошенко сказал, что мне дадут материалы Дело писателей. И долго-долго рассказывал фактуру, что не бывает таких гонораров. Потом Ксюша Пономарева объяснила мне, что они же сами, гады-банкиры Боря и Вова, Борис Березовский и Владимир Гусинский, заплатили Чубайсу 3 миллиона долларов. Авин. Знаешь, что все это ложь была? Ты понимаешь, что Чубайс был совершенно не коррумпирован? Доренко. Да? Авин. Абсолютно. Все дело писателей – придуманная лживая история. Доренко. Но гонорары-то были? Авин. Копеечные гонорары за книжку. По 50 тысяч долларов на брата. А главное, эта история привела к тому, что из правительства ушла целая группа людей компетентных, умных, авторитетных. Ты об этом не думал? Доренко. Я не думал. Я считал, что они абсолютно все воры. Авин. Понятно. Вообще-то это очень безответственная позиция – считать всех ворами. Доренко. Видишь ли, я все-таки улитка. Я не человек общения. Ты знаешь, что Боря мне 10 раз за время нашего знакомства говорил – Таня и Валя приглашают на дачу. Татьяна и Валентин Юмашевы. Сережа, тебя приглашают. Таня и Валя. Таня и Валя просят тебя привезти. Я ему говорю. Борь. Ты мой министр иностранных дел. Ты для меня общаешься с человечеством. Я их всех ненавижу. Передай, пожалуйста, Тане и Вале, что если бы была кнопка – нажал, и они исчезли. Пум! На молекулы. Я бы думал, секунд 10 нажать или нет. Авен. Что ты делал конкретно по делу писателей? Доренко. Малошенко долго объясняет и дает мне пачку документов с подписями Чубайса, Коха и всей их компанией. Я говорю, братцы, так вы будете работать с другим средством массовой информации. Вы мне привезете не ксерокопии, а оригиналы, где будет кусочек чернил засохший, где будет синяя печать и все остальное. Гусинский выбегает. Сереже это невозможно. Они у следователя в прокуратуре. А он не имеет права, я говорю, значит так, прокуратуру под мышку вместе со следователем и ко мне в кабинет. Короче, ко мне в кабинет приезжает следователь, который привозит мне реальные оригиналы. Авин. То есть они полностью контролировали следствие? Доренко. Они полностью контролировали следствие. Ко мне привезли реальные оригиналы с реальными подписями. Контракт на книгу. Авин. А Таня с Валей тоже были на их стороне? Я не помню, честно говоря, где были Таня и Валя. Это же, по идее, все-таки были люди из правительства. Таня и Валя должны были поддерживать Чубайса и Немцова. Доренко. Я не помню, чтобы они играли на чьей-то стороне. Скорее, поддерживали Чубайса и Немцова. Не случайно той зимой Таня ходила под ручку с Немцовым по снегу, и это все было отражено в хронике, в новостях. И он тогда по-настоящему стал наследным принцем. Авин. Ну да, так думали. Доренко. Итак, я выдал все это в эфир, нисколько не сомневаясь в том, что подонки решительно все, включая и Чубайса, и Немцова, и всех остальных. Организовал их травлю. Потом Чубайс однажды пришел ко мне в эфир перед выборами в 1999 году. А у меня за два года до этого был куплен ксерокс. И у меня два года под столом валялась коробка из-под ксерокса на всякий случай. И он тогда мне говорит. Сергей Леонидович, я вам привез книги, чтобы вы не сомневались, что я написал книги. Стал мне выкладывать книги стопками. Две стопки. Я ему говорю, столь драгоценные вещи я не могу хранить в ином месте, кроме как в коробке из-под ксерокса. Авин. Понятно. Доренко. И он сказал, это была подстава. Чубайс почему-то думал, что мои шпионы в его аппарате узнали, что он привезет книги. Авин. Вы сняли правительство тогда. Делом писателей вы во многом поменяли как минимум на какое-то время судьбу России, потому что это ознаменовало уход либералов из власти и Чубайса, и Немцова, и Коха. Мы всех поимеем. Доренко. В 1998 году меня два раза выгоняли с работы. Выгонял Березовский. Один раз за то, что он собирался акционировать ОРТ в свою пользу. А потом он сказал, что Примаков поставил условие. После кризиса ОРТ дадут 100 миллионов долларов, пятью траншами по 20 миллионов, если уйдет Доренко. Березовский тотчас снял меня с должности директора информации. Нет, сказали. Надо еще снять его с введения программы «Время». Меня сняли с программы «Время». Авин. С аудиторией 100 миллионов человек. Доренко. У меня была доля где-то 54-55 процентов при рейтинге 25-26 процентов. Одним словом, это 26 миллионов. Я ставлю своего парня, и я начинаю писать ему тексты, а он за меня ведет. Но об этом узнают в аппарате Примакова. Московская налоговая полиция начинает расследовать меня, всех знакомых таскают к следователю по моим налогам. Авин. С Борей ты общаешься при этом или нет? Доренко. С Борей общаюсь. И Боря меня как бы сдает аккуратненько. Он говорит, ну, так надо. Но ты же хочешь, чтобы твои люди получили зарплату. Я говорю, хочу. Тогда, Сереж, подвинься. Иначе нам не дадут транш. И в марте мне говорят, ты знаешь, а лучше сейчас свалить из страны. Я покупаю билет в Нью-Йорк. В Нью-Йорке говорю жене, вот урна, выбрось туда обратные билеты. Авин. Выбросила? Доренко. Через неделю я на нее начал орать, чуть не бить. И она мне говорит, что ты орешь все время. Я говорю, обратные билеты где? Она говорит, у меня в сумочке. И я сказал, летим назад. Она говорит, под следствие? Под допросы? Я говорю, да. Я поеду и сяду. Я хочу домой. Ясно? Авин. Но при этом ты Борю в своем сердце не винил. Доренко. Я сейчас объясню, почему я его не винил. Я считал всегда, что я взрослый мальчик. И работаю на себя. На свои идеалы. А мои идеалы – кровь этих богатых подонков. Вот и все. Точка. И я приехал назад. Допросы, допросы, допросы. Снимают Примакову в мае 1999 года. Вызывает меня следователь Кормилицын и говорит. Сергей Леонидович, мы вот тут посчитали. Оказывается, в течение полугода мы вели следствие, исходя из того, что у вас нет детей. А сейчас, когда мы посчитали, что у вас есть дети, мы решили, что вы переплатили налоги. Вам, Российская Федерация, должна 700 рублей. Мы пересчитали. Скажите, вам вернуть 700 рублей или вы предпочитаете, чтобы их учли при следующем налогообложении? Я говорю, пусть учтут при следующем налогообложении. Спасибо. Меня за 700 рублей не надо беспокоить. Спасибо. Авен, через сколько дней после снятия Примакова это случилось, интересно? Доренко, ровно через три недели. Авен, Боря при этом позвонил? Доренко, он же где-то во Франции прячется. Примакова сняли, но Боря продолжает почему-то там сидеть. Я это не очень понимаю. Я тотчас иду работать к Гусинскому. Добродеев меня к нему ведет. Я не хочу идти к Боре. Не хочу, потому что Боря меня слил, как мне кажется. Гусинский мне говорит. Ну вот, будешь работать у нас в команде. И называет мне сумму. Между нами. 240 тысяч долларов в год. Я ему говорю. Володь, ты бизнесмен, а я нет. Ты в каждой моей программе ставишь рекламу на 100 тысяч долларов. А мне ты хочешь платить 5 тысяч за программу. Половину ты тратишь на вещание, на спутники, на здание, на коллектив. Значит, ты получил за мою программу 25. А хочешь, говорю, я тебе буду платить 5 тысяч за каждую программу. Это разговор недостойный людей. Я встаю и ухожу. Олег Борисович Пунцовый. Я сижу себе на даче и ничего не делаю. И в это время вдруг проносится слух, что премьер-министр Степашин то ли виделся, то ли собирался увидеться с Лужковым. Таня и Валя его не проконтролировали. И раз он виделся с Лужковым, то наверняка он сливает папу. Значит, Степашина надо снимать. Ситуация полное дерьмо. Я говорю жене, а жена беременная. Слышишь, фигня такая. Мы вернулись из эмиграции, а кажется, придется снова ехать, потому что Степашин Лужкову сливает. И в начале августа является, конечно, наш рыцарь. Березовский, который кричит мне следующее. Доезжай на чем хочешь до Ленинградского шоссе, пересядешь в мою машину. Я в Шереметьеве. Времени абсолютно нет. Мы всех сделаем. Все хорошо. Он меня выбрасывает где-то около метро. Я возвращаюсь к своей машине. Авин. Когда Путин стал премьером? Доренко. По-моему, 16 августа 1999 года. Исполняющий обязанности с 9 августа 1999 года. А это было в начале августа. Боря исчезает куда-то. Потом он опять зовет меня в конце августа. Березовский был госпитализирован 9 сентября 1999 года. Приезжай срочно. Сейчас, немедленно, в госпиталь имени Вишневского. Я больной, я лежу с гепатитом. Я говорю, опаньки. Покупаю мандарины как больному. Иду туда. Там Мишка Леонтьев сидит на какой-то лавочке армейской. Пишет, оказывается, программу партии «Единство». А я нигде не работаю и всех в гробу видал. Шабдурасулов сидит там же, в больнице. Обзванивает губернаторов. Березовский лежит весь в капельницах. Желтушный весь, гепатитный. И кричит, мы всех поимеем. Да, вот так, лексически. Я создаю партию, и мы всех поимеем. Ты понимаешь, Сережа? А я ему говорю, капельницу что ли поменять? Укольчик сделать? Потому что я не верю ни в какую партию. У этой партии однажды будут историки. И они должны каким-то образом возвысить фигуру первохулителя. А первохулитель я. Потому что при словах «мы создаем партию «Единство», «Медведь», «Символ», ну, что ты думаешь?» Я говорю, полное говно. Он говорит, и все-таки мы всех сделаем. Мы всех трахнем. Авин. Это был фундаментальный выбор. Хочу напомнить, что на самом деле всем казалось, что Примаков и Лужков имеют очень реальные шансы стать во главе страны. Доренко. Они уже победили. Авин. Казалось, что победили. К ним перебегали такие люди, как Сергей Ястржемский. Это явный пример из наиболее близких к президенту Ельцину людей. Приносили, естественно, присягу. И вот так же, как в 1996 году, рейтинг Ельцина практически с нуля поднялся до победы во втором туре. Здесь завязалась совершенно непонятная борьба с неясным концом. Вы не только на себя взяли ответственность за то, чтобы Примаков не стал президентом. Но вы начали все это делать и сделали. Когда это началось? Доренко. Август 1999. Путин премьер. Президентский рейтинг полтора процента. Мы начинали с ситуации, когда все губернаторы поголовно записались к Лужкову и Примакову в сторонники. Абсолютно все. По крайней мере, переговорили о том, что они с Лужковым и Примаковым. Мы начинали эту кампанию, когда больной Ельцин все время был где-то в Барвихе. Непонятно было, то ли больной, то ли пьяный. То ли что-то с ним случилось. Страна без руководства. Без ничего. А он мне говорит, мы всех сделаем. Авен. Ты вообще нигде не работал в тот момент? Доренко. Меня же выгнали отовсюду. Он меня слил за этот поганый кредит в 100 миллионов долларов. Ну так вот. Я говорю, Боря, давай сначала расставим шахматы. Результат будет такой. Мы проиграем, и в конце нас убьют. Может быть, у нас будет шанс сбежать куда-то в Парагвай, но все равно нас найдут и убьют. И мы начинаем игру с того, что мы уже проиграли. Вот послушай меня. Он сказал очень зло. С таким настроением отвали от меня. Сиди у себя на даче и смотри, как мы бьемся. Я ему говорю, Боря, ты делаешь неправильный вывод. Вспомни поучение самурая. При возможности выбора между жизнью и смертью самурай выбирает смерть. Нас убьют, но мы по-казаку им напоследок. Уж я им вставлю кочергу в задницу. Авин, а почему ты решил вставить кочергу именно Примакову и Лужкову? Чем тебе Ельцин и Путин были лучше Лужкова и Примакова, кроме желания покуражиться? Если бы тебя позвала другая сторона, могло быть все по-другому. Доренко, меня же в июне звал Гусинский, но предложил смешные условия. Авин, а если бы предложил другие условия? Доренко, я бы просто молчал тихо. Я бы делал экономические итоги и молчал. Авин, то есть Примаков и Лужков тебе не нравились? Доренко, нет, потому что меня преследовали перед этим. Налоговая полиция пытала моих друзей. И потом они эстетически были чужие мне люди. Лужков же меня приглашал в гости. Церетели. Мы с ним сидели рядом. Трепались. Ну, чужой он мне эстетически. Авин, окей, понял. То есть ты решил вписаться? Доренко. Я говорю, ну, с Богом. Пошли. Борис звонит Шабдурасулову, который последние дни работает на Первом канале. Шабдурасулов меня принимает на работу. И через два дня, чтобы показать отношение ко мне, увольняет. Во вторник принимает. В четверг увольняет. Он просто ненавидел меня за то, что я тормозил тогда эти транши. Шабдурасулов тем временем обзванивает губеров. Губеры все говорят, что они уже с отечеством. Шабдурасулов просит выделить место около лифта, где уборщица прячет швабры под кабинет представителю единства. Так на самом деле рождалось единство. Впоследствии Единая Россия. Он говорил, ребята, так ли выйдет или по-другому, но чтобы у вас были свободные руки, дайте представителю единства кабинет, где хранятся швабры. Авен. Он тебя уволил, а потом тебя снова назначили? Доренко. Да. Тем же днем или следующим. Меня назначили руководителем отдела по выпуску аналитической программы Сергея Доренко. Дело в том, что у Константина Эрнста тогда были взаимоотношения какие-то с Лужковым, как поговаривали, связанные с рестораном Пушкин. Может быть, это и не так. А Эрнст был первым номером, и он не хотел, чтобы я ассоциировался с Первым каналом, и он мне дал отдел. Но и потом, когда меня назначили замом Эрнста по курированию меня самого, Эрнст каким-то образом всем сумел объяснить, что это решение продавлено Березовским, что это не его решение. Авен. Ну, так и было. Доренко. И вдобавок он писал на каждой моей программе по заказу ОРТ. Всячески афишировалось, что я чужой. Я вел еженедельную программу по воскресеньям. Меня поставили лоб в лоб с Киселевым Женей. Были моменты, когда Примаков звонил в программу Жени Киселева и говорил, Женя, вы видели, что сейчас говорил Доренко? Тот говорит, я не мог видеть, я в эфире. Он говорит, я вам сейчас расскажу. То есть это был какой-то сумасшедший дом. Авен. Две программы выходили в одно время? Доренко. Женя всегда был дольше. Я тоже удлинил программу до одного часа и двадцати минут. Но Женя все равно был чуть ли не два часа. Авен. А почему вы не захотели развести их по разным дням? Доренко. Я хотел в лоб. И Борис хотел в лоб. Авен. Борис считал, что ты обыграешь Киселева. Доренко. Так и вышло. Борис всегда был сторонником обострения. Пятнадцать серебряных пуль. Авен. Я хотел отметить важную вещь. Ты мне как-то сказал, когда мы с тобой обсуждали, почему у Березовского так все получалось, что одна из причин – он всегда обострял ситуацию. Доренко. Девяностые – это годы, когда самые безбашенные, самые отчаянные, самые презирающие жизнь человеческую и, главным образом, конечно, свою, побеждали. И Борис это точно понимал. Он это много раз декларировал вербально. Авен. Покушение это качество усилило. Доренко. Он считал каждый день подаренным. Он мне всегда говорил, я вот так смахивал мясо своего шофера, вот так смахивал. После этого каждый день подарен мне, как случайность. Авен. Вернемся в 1999 год. Доренко. Мы почти не виделись с Борисом. До декабря не виделись. Авен. Он тебе не давал инструкций? Доренко. Нет. Наши завтраки по вторникам, все было отменено. Потом он поехал по областям уговаривать губернаторов работать на Путина. Я его увидел только в октябре, когда уже все было сделано. Начал я с того, что президентский рейтинг по фонду общественного мнения был у Примакова 32%, у Лужкова 16%, у Путина 1,5% и у Ельцина 0%. Закончил я тем, что у Путина было 36%, у Примакова с 32% до 8% упал в 4 раза, а у Лужкова с 16% до 2% в 8 раз. Авен. Тебя не наградили? Шучу, шучу. Доренко. Никто не наградил. Несколько раз были подходы, что мы все понимаем и... Ну и? Я отшивал всех. Я сказал, я дрался за себя, за право жить в России. Мне нафиг все не надо, ребят. Да я не трачу тех денег, что мне платят. Авен. Почему ты считал, что при Примакове и Лужкове нельзя жить в России? Эстетически, опять же. Доренко. Ну потому что меня таскали уже полгода под опросом. Я должен был бы эмигрировать. Авен. Это все ты делал сам? Без Березовского? Вы с ним не обсуждали ни деталей? Ничего? Доренко. Сам, сам, сам. Он звонил после передачи, но он не знал, что будет в следующей. Надо сказать, что Березовский идеальный начальник. В каком смысле? Он хвалит за дело. И хвалит восторженно. Он звонил мне все эти годы почти после каждой передачи, захлебываясь с криками «ты гений!» Цитировал меня целыми абзацами. Я был полностью обезоружен тем, что он реально, прильнув к экрану, наизусть меня учит. Ну, как это можно пропустить? Авен. И практически все ты делал сам? Никто тебе был не нужен? Доренко. Они принесли историю с Полом Тейтумом. Убийство, связанное с гостиницей «Советская». И, кажется, все. Остальное мне тащили люди с улицы. Вот такую стопку бумаг. Там было все. И Лужков, и Минотеп, и Ходорковский, и так далее. В России люди не обстреляны критикой. И отсюда два следствия. Первое. Они очень ранимые, когда начинаешь их критиковать. Второе. Все начинают тащить все, что хочешь. Как только я сказал про Немцова, что он не так хорош, как он сам о себе говорит, тотчас пришли ко мне сутенеры. Сами, клянусь. Вот. А еще он не заплатил шлюшкам. Заходит девушка, она для взгляда снимала. Но там не дали хода. У меня есть кассета. Немцов в Лужках. Свидетельство проституток им не заплатили. Значит, внимание. Не нужно Кремля. Не нужно КГБ. На тебя выходит миллион человек сразу, как только ты слово поднимешь против любого олигарха. Мгновенно. Вот такая пачка документов. Авен. И когда ты закончил всю эту историю? Доренко. 15 серебряных пуль. Я считаю, 15 программ. Выборы были 19 или 26 декабря. Я помню, что 12-го я сделал сборную солянку из всех программ осени. Соответственно, выборы были, вероятно, 19 декабря. Авен. До выборов Путина ты не остался, Доренко? Нет, это были выборы Единой России. Парламентские выборы. А Путин 26 марта. Но они уже были опрокинуты. 15 серебряных пуль сняли с них всю спесь. Авен. То есть ты считаешь, что после этого уже у Путина не было проблем избираться? Доренко. Да. Состоялся массовый переход всех на сторону Путина. Все губернаторы присягнули. Даже больше. Я подтверждаю это тем, что в начале февраля Борис Березовский убыл на яхте на Карибы. Авен. Он мне сообщил, что все вопросы решил. Поставил своего президента, как он тогда говорил. Денег заработал. Можно отдыхать. Доренко. Был такой примечательный случай, когда, по словам Березовского, к нему явился господин Музыканский, тогда префект Центрального административного округа, и передал от Лужкова или от их лагеря, я не готов утверждать это в суде, я подтверждаю это как слух, что та сторона готова заплатить за последние мои шесть программ, чтобы я исчез, 150 миллионов долларов. Я говорю, Боря, а что ты ответил музыканскому? Он говорит, я сказал, что Россия стоит дороже. Авен. По-моему, это апокриф. Доренко. Я говорю, Боря, ты реально ошибаешься. Россия стоит дешевле. Я и за 75 бы вас слил. Прекратил бы эфир. Авен. Ну да, понятно. Доренко. Вот почему меня не грохнули за все эти годы. Потому что все считали, что я его марионетка. Меня сильно это прикрывало. Отец и брат. Авен. У тебя никогда не было охраны? Доренко. Охрана у меня появилась в 1999 году. Боря дал мне. Я всегда смеялся над охраной. О чем мы говорим? Что такое охрана? 50 тысяч долларов. Снайпер. Вот тебе и вся охрана. Я хочу заранее предварить разговор о том, кто кого использовал. Мне говорят, ну и вот он тебя использовал. Я говорю, ребята, он давал мне документы против клана олигархов. Клана как такового. Неужели это непонятно? Я говорил ему много-много раз. Борь, ты понимаешь, что ты гробишь себя, когда ты бьешь по аннексиму? Ты используешь критерии добра, обвиняя зло. Критерии добра никогда не изменятся, какие были тысячи лет назад, такие и сейчас. А на место зла ты ставишь олигархов, себя де-факто. Ненавидеть будут не только аннексим. Ненавидеть будут и тебя, Борь. Ты это понимаешь? Он говорит, ты должен мыслить еще глубже. А глубже это так, что массы всегда манипулируемы. Меч гнева масс всегда можно направлять. Авин в разные стороны. Доренко. То есть у нас были расхождения до хрипоты, до крика. О Ельцине Березовский считал его абсолютно великим. О Чечне, я всегда говорил, залить напалмом, сжечь к чертовой матери. Я и сейчас считаю, что лучший губернатор Кавказа был бы Шаманов. Авин. Не считая, конечно, Ермолова. Доренко. Не считая Ермолова. Но Боря при этом вспыхивал весь и начинал со мной ругаться. Авин. А что он сам думал о Чечне? Доренко. Он считал, что с Чечней надо дружить чуть ли не как с равным субъектом. Авин. У него же было очень имперское сознание. Ему с маленькой страной было неинтересно. Он хотел большую страну. Доренко. Он хотел большую страну, но он считал, что Чечню всосет некая центростремительная сила. Если Россия будет ультралиберальной, все начнут притягиваться к этой ультралиберальной экономике. Я спорил с этим отчаянно. Наши разногласия. Ельцин, Чечня, компромат. И еще он считал, что массами можно манипулировать. Он так меня хвалил. Он говорил, ты знаешь, что ты сделал историю. Ты знаешь, что ты развернул массы. Авин. Но ты же действительно манипулятор. Разве нет? Доренко. Я манипулятор. Но что такое манипулятор? Манипулятор точно понимает, что он может сделать. А зрители в зале думают, что он волшебник. Я ему говорил, Боря, представь, что ты клеишь бабу. Потому что толпа как женщина. И у этой женщины есть два этапа. Прогестероновый, когда надо говорить ей, родная, милая, вот тебе мой пиджак, я окружу тебя заботой, у нас будут цветы, дети, кошки. Это первое. И есть эстрогеновый этап, когда ты говоришь толпе шепотом, танцуя. Я излюблю тебя до смерти, сука. И она прижимается сильнее. Надо знать, когда толпе прошептать то, что она хочет услышать. Невозможно манипулировать толпой. Возможно только нашептывать ей то, что она сама хочет услышать. Авин, но ты его не убедил. Он до конца своих дней не верил. Доренко, никогда не верил. Я говорю, Боря, что мы сделали в 1999 году? Мы сказали, нас достал пьяный павиан. Нам надоел Ельцин. Нам надоело безобразие. Мы хотим отца. Вот что хотела услышать толпа. Она хотела отца. Ответственного, честного, доброго, справедливого. Даже и строгонького. И это был Примаков. Но мы продолжали. Ребята, мы тоже хотим отца. Но батя болен. Батя хороший. Но что-то не заладилось. Авин, это про Примакова? Доренко, да. Но, ребята, есть один человек. Брат-солдат. Брательник ваш. Россия-женщина. Ее брат-солдат. Путин. Он впряжется за сестрицу. Он за сестрицу, кого хочешь, поломает. Он честный, служивый. Солдатик. Вот как надо работать, я говорю. Боря. Понимаешь? Авин, ты в таких терминах ему буквально объяснял? Доренко, да. Есть пьяная образина. Есть батя, но он болен. Он сам говорит. Я сплю в президиумах. Смотрите, как он спит. Я показывал по телевизору, как Примаков спит. А есть брат, который говорит, я не хочу тебя трахнуть, Россия. Ельцин уже столько раз тебя трахал, а ты же сестра моя. Я за тебя, кого хочешь, порву. Я говорил, что надо работать с этим образом. Он смотрел на меня и говорил, ну, давай. Ты знаешь, как правильно объяснить. Но он считал, что это волшебство. Намотав косу на руку. Авин, ты говорил, что Россия все равно вернулась бы туда, где она была. Но вот Боря считал, что ход истории можно менять. Это правда? Доренко. Он вообще считал, что некая воля и абсолютно самосожженческая энергия способны изменить все. Планету, мир, Россию. И он считал, что люди воли, а главное, не боящиеся умереть, делают вообще все. Он мог совсем не спать сутками, или спать по три часа, или спать, сидя в машине. Но это приводило к обратной вещи. Он мог просто разговаривать и вырубаться. Врубаться. Падать. Я видел, как он призывал какого-нибудь губернатора, говорил с губернатором и начинал падать. Но потом отсыпался два-три дня через месяц. В том числе из-за усталости он не мог держать внимание больше, чем 20 секунд. И потом ускакивала у него мысль, совершенно как блоха, перескакивала парадоксальным образом. Он куда-то устремлялся. Чем-то очаровывался. Авен. По поводу не боящиеся умереть, он был человек, безусловно, очень смелый. Отчаянно смелый. Доренко. Он после 1999 года говорил, знаешь, почему мы победили? Мы победили, потому что мы знали, что если проиграем, то умрем. А они знали, что если они проиграют, то не умрут. Авен. Но вот он проиграл и умер на самом деле. Один из моих учителей, выдающийся советский социолог Леонид Абрамович Гордон, очень точно, мне кажется, охарактеризовал Ленина. Он говорил, что Ленин – безответственный упрощенец. Вот у Бори тоже, кажется, была такая глубокая безответственность. Как он решался взять на себя ответственность за такую страну, считать, что можно силой воли ее направить в другое русло, при этом мало что о ней зная. Московский интеллигент, еврейская семья. Тебе не кажется, что это удивительная безответственность, в которой ты участвовал? Доренко. Я разделяю точку зрения, что он был безответственен. Но я считал, что эта его безответственность причиняет вред России ровно настолько же, насколько волны причиняют вред огромному утесу. То есть никакой большой роли не играют. Он наделял себя значением, а я считал, что он не столь значителен. Мне казалось, что в России есть некая самость, и по ней скачут какие-то блохи, вроде нас с Березовским. Но мы не можем причинить ей вред. Авин. К чему тогда скакать? Доренко. Ну, мы скачем ради себя. Авин. Понятно. Доренко. Борис считал, что он делает историю. Я пытался его все время остудить. Авин. Как тебе кажется, он вообще Россию знал? Но, Доренко, он Россию любил. Он ее любил с вожделением Плотским. Он хотел ею овладеть горячо, Плотски, дыша ей в затылок и намотав косу на руку, стоя сзади. Авин. Ты меня сам наводишь на разговор о женщинах. Он с женщинами вел себя совершенно по-другому. Ничьи косы на руку не наматывал. Наоборот, он был чрезвычайно нежен, вежлив, подчеркнуто угодлив. Ты рассказывал историю про какую-то балерину. Расскажи сейчас. Доренко. Это была встреча в ресторане с грузинскими политиками, прилетевшими к нам в Тель-Авив на один вечер. Они прилетели для важного совещания. Их пригласили Бадри и Боря. С Борисом была какая-то дама, имя которой запомнить не представляется возможным. Вдруг она начала громко скандалить. Она думала, заказывая рыбу, что это другая рыба. Борис вскочил, прервал все совещание, громко обратился ко всему столу, что Бадри должен немедленно вызвать шеф-повара, метродотеля и вообще всех. Дивилась какая-то бригада израильтян. Боря объяснил на своем сбивчивом, торопливом английском, что девушка хотела рыбу, но имела в виду нечто иное. Поэтому нужно угадать, чего же она хотела, зараза, и удовлетворить эти нужды. Она не знает, как называется эта рыба, даже по-русски не знает. Но все должны угадать. Было интересно видеть эти лица грузинских политиков. У них было ощущение настоящего большого позора, когда важнейший разговор о борьбе с Саакашвили прекратился, потому что все теперь должны угадывать, чего именно хотела эта девушка. Он носился на цыпочках перед каждой. Авен, как ты это объяснишь? Доренко. Я ему все время говорил, что это неудовлетворенное отцовство. Авен. У него было шесть детей, какое уж там неудовлетворенное... Доренко. Но он же мало с ними проводил времени. Авен. Неправда. Он со своими старшими дочерьми провел очень много времени. И для Кати, и для Лизы. Дальше я уже просто все это не наблюдал. Он был очень хороший отец. Доренко. Он просто на задних лапках ходил перед каждой цыпочкой. Пылинки сдувал. Авен. Я наблюдал то же самое неоднократно. С одной стороны, полная уверенность в том, что ты можешь поменять судьбу страны. А с другой стороны, с девушками вот так как-то. Доренко. Но это может быть такая потребность самца в заботе. Он не унижался. Он был абсолютно убежден, что как мужчина вызывает у них страшный восторг. Он мне говорил, что каждый из них признается, что он намного лучше молодых. Он был абсолютно уверен в своем мужском могуществе. Но при этом он сдувал пылинки с такой нежностью необычайной, как будто это какая-то его последняя невеста. Да, и он влюблялся. Очень важно понимать, что он влюблялся. Авен. По поводу любви. В 2000 году мы с ним встретились в Кремле. По-моему, ждали Путина, который только что стал президентом. Времени было много, и Борис мне рассказывал про женщин, про свое к ним отношение. Он сообщил тогда, что нормальный человек влюбляется раз в 7-10 лет. Особо активный раз в 4 года. А он каждый год полтора. Он мне действительно сказал, что у него другие качества. Он в этом смысле отличается от среднестатистического мужчины. Сколько раз он собирался жениться у тебя на глазах? Доренко. На моей памяти раза три фундаментально. Мы знаем, что в начале 2000 года он убыл на яхте с бывшей возлюбленной фотографа Марианной. Авен. Марианну я знал, да. Доренко. Потом еще была девушка. То ли мисс Россия, то ли мисс Бог в весть чего, с которой он тоже собирался окончательно, навсегда начать жить в скромной хижине. Причем все время описывал свою жизнь как-то так, как не бывает. Я им говорю, старик, я поехал в Урюпинск. 666-й километр трассы М6. После чего мне больше не хочется ни в скромную хижину, ни простой жизни. Возьми сейчас тачку, поезжай в Урюпинск. Через три дня тебе не захочется ни эту бабу, ни жениться, ни простой жизни в хижине, ни видеть ее маму. Нахрен это нужно. Авен. Знаешь, это тоже и так, и не так. Если вернуться в начальные годы Бориса, когда он ушел от первой жены ко второй, к Гале. Он жил у Гали с ее родителями буквально на раскладушке, в маленькой квартирке. И вполне с этим мирился, и жил достаточно долго. На самом деле в нем был очень цельный, но очень противоречивый клубок качеств. Это разные кусочки, но складываются хорошо. Сергей Доренко. Продолжение разговора. Курск. Авен. Когда ты ушел с УРТ? В 2000 году. Доренко. В 2000 году. В августе. После подлодки Курск. Меня выгнали с работы. Кто-то слил, что я нанял каких-то проституток в августе, которые сказались вдовами людей с Курска. И Путину донесли, что Доренко нанял проституток. Имеется в виду встреча Владимира Путина с родственниками погибших подводников в Ведяеве 22 августа 2000 года. Авен. Серьезно? Я не знал. Доренко. Все это время я был во Франции. Я вообще не был в Москве. Я так никогда и не смог Путину это объяснить. У меня не было больше контакта. Авен. А что у тебя было по поводу Курска? Доренко. Ну что же, там горе великое было. И при том горе, касающееся армии. Тут надо понимать, что это мое слабое место. Я человек из гарнизонов. Я виделся с Путиным 31 августа 2000 года. И выходя из кабинета, как бы не изначай сказал. Владимир Владимирович, кстати, еду в Ведяево. А он говорит как бы, ну, едь, едь, давай. Я выхожу и тут же начинаю лгать. Меня встречает Волошин. Ну, как там была беседа? Я ему говорю, дал задание ехать в Ведяево. Александр Стальевич, я вас прошу организовать, чтобы меня там как генерала встречали все. Он говорит, ну, хорошо. Ну что, журналист должен же быть пролазой. И я полетел в Ведяево и сделал программу, из-за которой меня выперли с телевидения. Авен. В чем был пафос, который им не понравился? Доренко. Думаю, я очень критиковал все власти за ложь и за черствость. Надо сказать, что я точно понимал, что меня выгонят. У меня была температура 40, на нервах. Я выпил пачку аспирина, сбил температуру и сказал, да, меня выгонят. Но ничего, с Богом, пошли опять, ну, на смерть. Авен. Березовскому передача, конечно, понравилась. Доренко. Да. Но он считал, что якобы ради него я ее сделал. А на самом деле ради гарнизона и ради вдов и ради ребят, которые там служат. Это правда. Авен. Вскоре после этого он уехал. Доренко. Он уехал уже тогда. Сначала во Францию, а потом дальше в Англию. Авен. А ты уже больше на телевидении не работал. Доренко. Я никогда больше не работал на телевидении. Я в 2001 году сказал, что дам понять через людей Путину, что я не хочу ему быть врагом. А Боря почему-то не понял, что я от него ухожу. Интересно, как мы несколько раз с ним прощались, как бы навсегда. В тот раз это было воскресенье, 8 апреля 2001 года. Следующее воскресенье была Пасха. Это 15-го. А 14-го был разгон НТВ в 2001 году. Мы с ним встретились в Марбелье. И был Бадри. И было потрясающее номерное вино Рибера Дель Дуэро. Какое-то очень густое, красное такое. И я отвел его к набережной и сказал. Боря, понимаешь, я вынужден с тобой проститься, как союзник. Видишь ли, я несколько раз за свою жизнь пытался эмигрировать. А он меня отговорил эмигрировать в Канаду. Видишь ли, у меня не получается. Единственное, что меня утешает в чертовой эмиграции, это обратный билет. Я весь отсюда, понимаешь? Я возвращаюсь в Россию. В России субъектна только власть. Субъектен только президент. Поэтому надо быть с президентом. Не пить на брудершафт. А просто дать понять, что я не враждебен президенту. А ты, говорю, враждебен. Жить в России и быть за президента, значит не быть с тобой. Я все понимаю, все понимаю. Ну давай, ты внедрись, а потом... Ну, ты внедрись. То есть он не верил в искренность моих слов. Я несколько раз искренне с ним прощался. И он всегда был убежден, что я внедрюсь, а потом он мне позвонит. Авен. Он не верил в то, что человек может сделать заявление и всю жизнь ему следовать. Для него слова не имели такого значения. Заявление «я уезжаю в эмиграцию» означало «я, может быть, уеду», «может быть, не уеду», «а если уеду, то, возможно, скоро вернусь». Даренко. Самое ужасное, что он всем так и объяснял, это я Сережу послал внедряться. Авен. Боря, безусловно, не верил ни в расставание навсегда, ни в стабильность позиции, так как он сам легко мог поменять позицию на противоположную. И он не верил в неизменность отношений. Он был убежден, что любого человека за 40 минут сможет убедить в чем угодно. Фактически, его жизненные трагедии во многом связаны с тем, что ему встретились люди, которых он убедить не смог. Тоже Рома Абрамович, которого точно за 40 минут ни в чем не убедишь. Даренко. Да, Роман очень тав, тяжелый. Он сам очень понимает, чего хочет. Авен. Было непонимание, что есть люди, которых переубедить невозможно. Сам он точки зрения менял легко. Но ты знаешь, иногда встречаются персонажи, взгляды которых не меняются вовсе. Царь и жрец. Авен. Ты считаешь, падение Бориса началось с того, что в истории с Курском он де-факто выступил против Путина? Даренко. Но послушай, он и раньше выступал против Путина. Боря совершал ошибку за ошибкой. Он не понимал сущностных вещей. В феврале он при мне говорит. Сумку с кэшем на яхту, и мы уходим. Я ему говорю, Боря, послушай меня сейчас. Путин, как ты утверждаешь, твой товарищ. Но ему не 15 лет. Он не мальчик. Его окружают люди, с которыми он работал и пуд соли съел. Когда ты уйдешь, вакуум всосет других людей. Когда вакуум всосет других людей, ты не вернешься. Место будет занято. Кстати, одним из немногих людей, которые меня тогда поддержали, был Бадри, который сказал, никуда не надо уезжать, надо быть здесь. Потом Боря приезжает в апреле. Ну, я тут уже дошел до грубой обсценной лексики в его адрес. Он мне в апреле рассказывал, как приезжает он к Путину и говорит. Володя, в 2004 году нам нужен нормальный президент. Авен. То есть не Путин? Доренко. Не Путин. Я говорю, Боря, ты что сказал, Боря? Ты что, дурак? Он говорит, нет. Я считаю, мы создадим нормальную партийную систему, как отцы-основатели США. Пропишем конституцию новую. Путин возглавит социалистическое крыло, а я, скорее, правое. И поставим нормального президента в 2004 году. Авен. Что значит нормального? Чем Путин ненормальный? Доренко. Я говорю, дурак. Дурак реальный. Ты говоришь не с Володей. Ты говоришь с троном Российской империи, перед которым ты, паскуда, должен на четвереньках ползать. Понял? Володи больше нет. Все, забыли про Володю. Тайно на кухне будешь вспоминать, как ты был с Володей. Он мне говорит, да нет, Володя все понимает. Володя нормальный чувак. Что он тебе ответил? Он сказал, давай, делай, Боря, как ты наметил. Я говорю, Боря, Володя может сказать, что хочешь, а император погнал тебя в ловушку. Ты идиот, что ты этого не понимаешь. Потом он мне звонит. Ты видел, я написал Путину письмо в Коммерсанте. Открытое письмо. Авен. Это летом было, по-моему. Доренко. Да, в июне. Я говорю, на ты, Володя, как ты можешь так к нему обращаться? Обращение на ты присутствовало не в печатной версии, а в личном письме, как уточняет в своем интервью Александр Гольдфорб. Перед лицом страны, видящий в нем царя-жреца, благодаря которому солнышко восходит, позвони ему и поезжай в Кремль, поговори нормально. Зачем ты письма пишешь в Коммерсанте? Он же губил не только себя. Он же губил нас всех. Авен. Как ты считаешь, почему Борис при всей проницательности не угадал правильный тон в общении с Путиным, при том, что умение считывать людей всегда было его сильной стороной? Доренко. Сейчас объясню, почему не угадал. Он не понимал природу русской власти. Он не понимал, что русские молятся трону. Он не понимал природу власти, как европеец. Авен. То есть он понимал, что при неязове надо молиться трону, а при Путине типа не обязательно. Доренко. Дело в том, что русская власть, так же как и туркменская, и казахская, отличается принципиально от европейской. Там правят цари-вожди. Саркази – царь-вождь. На Украине правят цари-вожди, потому что вождю всегда можно крикнуть «Эй, атаман, уходи в отставку!». А в России правит царь-жрец. Не мог я ему этого объяснить. И он в какой-то момент стал считать Путина, с которым был знаком лично, своим творением, что тоже ошибка. Потому что Путина выбрал русский народ, и нет тут фокуса никакого, и нет тут магии. А русский народ его выбрал, потому что в этот момент были головы отрезанные. Он решал вопрос по Чечне. Да там много было, почему Путина надо было выбрать. А он считал его своей собственностью, и в этом была гигантская ошибка. Авин, ты очень ясно формулируешь. Доренко, вот ты думаешь, сейчас нефть упадет, и то-то, и то-то. А я говорю, вот сейчас нефть упадет, и люди сплотятся вокруг царя-жреца. Царь-жрец – это тот, к кому мы бежим, когда нам больно и когда нам радостно. Но Боря не понимал этого. Путину он начал откровенно хамить с этими его идиотскими письмами летом 2000 года. Ну, это надо быть идиотом или просто потерять чувство реальности. Авин, да, Березовский потерял его. Доренко, папу Ельцина он боялся как больного, ошалелого медведя. А Путина считал ровнее себе. Вот и вся ошибка. Больше ошибок не было. Мы опаздываем к королеве. Авин, насколько Борис, по-твоему, изменился после эмиграции в Англию? Он же был совершенно очарован Англией, английскими традициями, парламентаризмом, демократией. Кажется, частично из-за этого он проиграл суд с Собрамовичем. Доренко. Я помню, как он готовил дом к приезду какой-то принцессы из дома Виндзоров. Я говорю, скажи, пожалуйста, для чего едет принцесса? Он говорит, принцесса, понятно, для чего едет. Я дам ей 40 миллионов. Принцесса отдаст их каким-то африканским голодающим. Так устроена Англия. Тут он начинал восхищаться Англией. Я говорю, Боря, это смешно. Она приедет, посидит у тебя 20 минут, выпьет чашку чая, ты дашь ей чек на 40 миллионов долларов. Она тебя до этого в гробу видала. После этого в гробу видала. Всегда в гробу видала. Еще смешная черта. Он купил дом у какого-то крупного шведского дипломата на запад от Лондона. И там стояли книги на шведском языке. Я говорю, ну знаешь, ты же не совсем как Ромочка, у которого в кабинете стоят камуфляжные книги на латыни. Боря, у тебя на шведском лежат книги. Это же безобразие. Это позор. Об этом будут говорить люди. Он. Да, надо немедленно поменять. И через год, и через два. И всегда у него стояли книги на шведском языке. Авин. О благотворительности и принцессе. Борис легко давал деньги на благотворительность. Доренко. Он давал деньги в двух случаях. Первое. Если его за это пригласят к принцессам и принцам. В этом смысле он был просто как Буратино. Их с Леной, Елена Горбунова, позвали на женский день на скачки. И там должна была присутствовать королева. Лена долго собиралась. А он бегал в каком-то белом фраке с котелком и кричал. Мы опаздываем к королеве. А я ему сказал, что белый кролик кричал. Мы опаздываем к герцогине. Ровно таким же голосом. А он какой белый кролик? При чем тут белый кролик? Персонаж книги Льюиса Каррола «Приключения Алисы в стране чудес». 1865 год. В этом было столько милой, совершенно невероятной провинциальности запущенного мальчика из бедной семьи, которого берут к королеве. Невероятными трудами он ввинчивался в это английское общество. В сущности, никогда не переставая мечтать, любить, тосковать о России. Никогда. Авен. На что еще он давал деньги? Доренко. Второе – это толпы жуликов, которые его окружали. Они говорили, у нас есть две тысячи человек в городе Мухасранске или в колхозе имени 22-го портсъезда, которые готовы выступить против Путина. Две тысячи штыков, которые встанут против Путина. Им нужна сущая малость – сто тысяч долларов, чтобы первое время продержаться. Авен. Это же союз меча и орала. Название мифической подпольной антибольшевистской организации из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». 1928 год. Доренко. Абсолютно. Я говорю, Боря, попробуй один раз не заплати за завтрашний восход солнца. А завтра утром приди и скажи, опа, восход солнца на халяву. Он не верил, что если за вещь не заплачена, она произойдет. И он любил платить. Авен. При этом платил не он. Он звонил Роме, чтобы Рома заплатил. Доренко. Это правда. Он звонил Роме. Он звонил Бадри. Бадри платил ровно в половине случаев. И потом говорил, таким образом я экономлю до 50% бюджета. Борис считал, что если не заплачено, то нет гарантии. Вообще был человек контракта. Все время умолял меня креститься. Он же был крещеный. Авен. Да, я знаю. Доренко. Я говорил, Боря, можешь объяснить, зачем? А он объяснял. Нужно заключить контракт. Клянусь, это его слово. Я крестился, чтобы между мною и Господом возникли отношения. Авен. Контрактность – это, безусловно, еврейская черта. Но контрактность предполагает невозможность нарушать контракт. А он к этому относился очень философски. Не прелюбодействуй, не укради и так далее. А он объяснял, почему контракты должны быть именно с православным Господом – Доренко. Он считал, и здесь я его абсолютно поддерживаю, что Христос был величайшим гуманитарным деятелем в истории человечества. И он действительно сказал о том, что милосердие выше справедливости. Боря объяснял, что Господь сказал о любви. Он почему-то считал, что Христос на этом основании заслуживает контрактных отношений. Это чуть-чуть парадоксально. Авин. Обычно думаю, что Борис был либералом. Но главное качество либерала и демократа – уважение к меньшинству, уважение к чужой точке зрения. В нем этого вообще не было, тебе не кажется? Доренко. У него в Лондоне был специальный мотоциклист, который вылетал на встречку с нарушением правил, потом внедрялся в пробку и тупил, как будто не может завести мотоцикл. А Боря по встречке объезжал всю колонну и становился перед этим мотоциклистом. И при этом там, в Майбахе, одновременно мне говорил, что у русских никогда не будет уважения к закону. Я ему говорю, Боря, подожди, что мы сейчас в данный момент делаем, как ты думаешь? Это твой мотоциклист. Это твой водитель. Ты уже растлил нескольких англичан. Ты уже гадишь вокруг себя в Лондоне. Понимаешь? Нет? А теперь я говорю, вспомни, как я пошел на таран твоего Мерседеса. У меня тогда был грузовик такой американский, Доджи Рэм. На Рублевке есть расширение, и в этом расширении по встречке летел черный Мерседес. Я пошел его таранить в надежде остановиться в пяти сантиметрах. Он остановился прямо передо мной, и уже в последний момент я увидел номер 018. Я говорю, это была твоя машина, Боря. Ты в России что вытворял? Ты сейчас это выделываешь в Лондоне, и ты говоришь, что русские не способны к порядку? Твое имя Хаус. Понятно? Авин. Последние пару лет ты с ним не общался перед его смертью? Доренко. Я ездил. Он меня приглашал. Ему нужно было выверять на мне какие-то идеи. Он меня приглашал раз в три месяца в Лондон. До 2008 года, когда я формально прекратил с ним отношения. Авин. Почему? Доренко. Потому что, честно говоря, мне уже это показалось тупиком. То, что он постоянно держит вокруг себя чеченов каких-то и чкирийских. Я реально ссорился с ним из-за этого. Авин. Ты предполагал, что он может покончить с собой? Доренко. Нет. Никогда. Никогда в жизни. Сергей Доренко. Доренко. Он умел одну вещь, о которой я еще не говорил. Умел обслуживать людей, которые были номер один. Умел угадывать их пороки. Я помню очень серьезный разговор, который у нас состоялся. Березовский говорил. Ты понимаешь? Главное для них стабильность. Я говорю. Быть у власти по 30 лет – это шкурный вопрос. Он начинает. Я сейчас был у Сапармурата Неязова. Я был у Назарбаева. Главное – стабильность. И главное – им доказать, что это правильно, а не шкурно. Номер один в каждой стране слышал от Березовского то, что хотел услышать. В том числе вещи вполне порочные. И Березовский помогал им подвести под это интеллектуальную базу. Вторая его черта – способность играть на обострение из любой позиции. То есть, вот он совсем проиграл, и дальше. Мы самые безбашенные. Мы самые отмороженные. Мы самые умные. И мы выиграем, потому что иначе мы умрем. Он всегда ставил ситуацию ровно так. Вот эти два качества, на мой взгляд. Но надо понимать, что если бы он также работал на идеи, допустим, Лихачева или Сахарова, академиков, то он бы авен. Понимаешь, цель связана со средствами. На цели Лихачева и Сахарова так нельзя работать. Доренко – да-да. И вот эти два принципиальных качества сделали его символом эпохи. Всегда главный князь – всегда угадывание порочных желаний. И обострение. Авин в 2001 году, тем не менее, как видишь, не угадал. Авин в 2001 году, тем не менее, как видишь, не угадывание порочных желаний. Авин в 2001 году, тем не менее, как видишь, не угадывание порочных желаний. Авин в 2001 году, тем не менее, как видишь, не угадывание порочных желаний. Продолжение следует...